Привет, дружище, меня зовут Шамбо, и мы продолжаем хроники Мертана Архалас. Это Отгар Кузнец, который затачивает заготовку. В предыдущей серии Марвин также выколол для себя самый лучший клинок из тех, что он может поднять. Им оказался меч Резак. Его тесты прошли не так успешно, как хотелось бы, потому что не так важен урон, сколько навык обращения с оружием. То есть умение нанести точный прицельный удар, жизненно важные органы, чтобы нанести противнику критические повреждения. Вот с этим у Марвина туго, всего лишь он новичок, навык 12%, поэтому в целях повысить навык владения оружием как можно выше, то есть до порога роста навыка. То есть когда очков обучения тратится гораздо больше, чем раньше. Кроме того, в комментариях-то написал мне очень полезную вещь о том, что при ковке оружия, приготовлении еды, можно переключиться на вкладку «Свойства». Я эту вкладку в упор не видел, не знаю почему. Здесь можно посмотреть, какие характеристики требует оружие, сколько наносит урона, сколько стоит, ну и соответственно, какие характеристики восстанавливает пища и так далее. В общем, за это тебе огромнейшее спасибо. А в целях на сегодня, пожалуй, отправиться к дядюшке Курту, потому что он уже давно мне дал весточку, что нужно к нему заглянуть, и я все, не иду и не иду. Можно было оправдаться раньше, что мне не хотелось идти к дяде, той же одежде, которую он видел меня в зельбахе, то есть было бы стыдно. Я за все время в городе, который провел, никак не раскрутился, ничего не смог сам сделать. Поэтому доспех купили, оружие себе выковали, вроде как стали посолиднее. И, соответственно, узнаем, что дядя хочет, что может предложить, а потом, наверное, стоит оббежать в зельбах, посмотреть, кто просит какую помощь, потому что одно задание я получил, сейчас посмотрим. Вот. Армар обещал порекомендовать меня Лоренце, если я уговорю Лимана, местного рыбака, сотрудничать с гильдией торговцев. То есть, возможно, встретится еще какое-нибудь поручение, которое поможет мне при вступлении в гильдию. Так. Не та карта, кстати. А можно на стрелке переключаться между картами? Нет, нельзя, к сожалению. А это было бы очень удобно. Как я тут, повернуть налево, и, в принципе, таверна уже рядом. Ты, похоже, новенький. Для того, что тебе скажут бесовственные жилья в городе, ты никто. Ты можешь иметь гору золота, если... Но если будешь спать в тавернах или на улице, то важные люди с тобой даже разговаривать не будут. Кстати, сегодня твой счастливый день. Я собираюсь в море. Так, а это мы все с тобой слышали. Я ему ответил, в прошлый раз чувствую подвох, и, соответственно, он сказал, я больше тебе предлагать не буду. Давай сейчас выберем второй вариант диалога. Стоит ли мне покупать дом, даже не взглянув на него? А на что там смотреть? Уютное местечко, главное, вот это, что находится в самом прекрасном квартале города. Нет. Чувствую подвох. Ну, как хочешь. Не пытайся потом вернуться ко мне, когда будешь спать по войнаме. Я не пытался вернуться к тебе, моряк, ты сам ко мне пристал. Я не хочу покупать непонятно какую квартирку. Да, у меня 800 монет есть. В кои-то веки у меня есть деньги, но на сомнительные вещи я не желаю их тратить. Так, я в правильном направлении движусь, да. Да, мерзкая погода. Не люблю тоже дождь, сырость, фу. Так. И где же дядя? Это музыкант. Гражданин. Арнольд. Том. Микель. На втором этаже? Хм. А тут даже третий этаж есть. В предыдущий раз я не заметил. Здравствуйте, леди. Горожанка. Так, что у меня еще раз в дневнике написано? В дневнике написано, что я получил письмо от корта, дядя ждет меня в таверне Хельги, где хочет поговорить со мной о сложившейся ситуации. Может мне с самой Хельги поговорить? Сейчас, конечно, заглянем в открытую комнату. Нет, дяди нет. Пошли вниз, спросим, где аккорд, может он куда-нибудь отошел, кто его знает. Так же, видео может прерываться внезапно, потому что мне нужно прокашляться, так как болит горло. Так что не удивляйся, если внезапно меняется музыка без каких-либо на ту причин. Я не вижу дядю. Курт ждет тебе наверху на балконе. Да ты шутишь? Я только что оттуда. А я заходил на балкон. Тут нет. Хм. Балкон на третьем этаже? Ладно. Так, а где? Все, понял. Опять не заметил лестницу на третий этаж. Да, здесь есть балкон. Вино. Марвин, рад тебя видеть целым и невредимым. Как тебе, Архалас? Впечатляет мне, так ли? А мне тут нравится целое море возможностей. Да уж, все так. Город богатых и нищих, мудрых и сумасшедших, серьезных и уморительных. Доли удачи и смекалки ты многого сможешь здесь добиться. А как там с Йорном? Удалось что-нибудь выяснить? Я как раз хотел спросить тот же самый. К сожалению, я не узнал ничего нового. Но все указывает на то, что Йорн где-то здесь. Мы не можем обыскать весь город в одиночку. Стражники откажутся искать негражданина. А наемники возьмут с нас гору золота. И потом все равно приведут не того, лишь бы сделку закрыть. Возможно, если бы ты присоединился к кому-нибудь из них, нам бы охотнее помогли. У меня все еще остались кое-какие связи в городе. Давненько мы не виделись. Я постараюсь освежить старые знакомства. Вдруг мне удастся узнать что-нибудь о Йорне. А зачем кому-то похищать моего брата? Ты знал Йорна больше моего? У него были враги? Объявляли в розыск? Или вдруг... Ну, у него были проблемы с алкоголем, как у сам знаешь кого? Я не припомню, чтобы он с кем-то враждовал или имел какие-то проблемы с законом. Может, Ор вообще и не знал о Йорне. А когда я ушел, он вломился и видел твоего брата. Но было уже поздно отказываться от отграбления. Или есть что-то еще о брате, чего никто другой не знает. Ничего не останется, кроме как искать. Нет, у Йорна не было проблем с алкоголем. Понятно. В таком случае имело место что-то другое. Может, нам развесить объявление о пропаже человека? И каждый день к тебе станут наведываться десятки лысых попрошаек. Это огромный город, полный бедных, отчаявшихся людей. А ты что-то хотел предложить? Ах, да. Как ты мог заметить, жизнь в городе довольно дорогая. И мне понадобится золото. Ну, дядя мне помог, когда я при... Хотя, чем он мне помог? Я жил в таверне, я работал... Ну, как сказать, работал. Заставлял работать других выживших. Потом, в итоге, бревна достал. Но все равно. Он... Я ему помогу. Все-таки, мне кажется, так будет правильно. Плюс Марвин, мне кажется, все же добряк в этом плане. У меня есть немного, могу поделиться. Расслабься, мне не нужно твое золото. Некоторое время назад я работал на винограднике Валерио. Да, благословит его Адонас. Нанял меня его сын, Холдвиг. Это, как обычно бывает, оплата производилась только после учета урожая. К сожалению, я давно не получал извести с виноградником. А мои сбережения иссякают. Там золото на несколько недель моей работы. Поэтому я не хотел посылать обыкового. Хорошо, я достану твое золото. О, замечательно. Виноградник Валерио находится чуть в восточной тропы, ведущей Зильбаха в город. Тебе не заставит труда добраться туда. Ну, ладно. Будет время, загляну. Виноградник Валерио, но опять же. Предлагаю туда сходить чуть позже. Сколько сейчас по времени, кстати? Восемь часов вечера. Давай поспим до утра. Как понимаю, эту комнату снимает Курт. Не знаю, зачем ему комната с двумя кроватями, но все же. Одну занимаю я. Я выспался и отдохнул. Давай сейчас осмотрим район порта. До нем, когда особо громил нет, можно посмотреть, поговорить со всеми. Узнать, кому можно помочь, кто может еще порекомендовать меня Лоренцо. Напомню, что я планирую вступать в гильдию торговцев, потому что не люблю страшников, которые поддерживают власти. Какими не были власти, это в любом случае ущемление обычных людей. Поэтому только гильдия торговцев. Так, за таверной вообще что-нибудь было? Сыр, рыба. Хм. Подозри. Так, ты кто такой? Камень, бумага. Ножницы. Впечатляет. Еще никому не удавалось меня обыграть. Можешь без опаски гулять в форту, соберничек. Ладно. Но в любом случае он не выглядел так, что смог бы меня одолеть. На всякий случай меч достал. А, вход в канализацию. То есть я через эту канализацию мог попасть. Он, скорее всего, закрыт. Да, вход закрыт. То есть смотри. Если бы я решил отправиться в город через канализацию, я такой выхожу на поверхность, уже практически попадаю в город, дергаю за дверь, и она закрыта. Разворачиваюсь и иду обратно. Что за черт? Проделали такой долгий путь, и все зря. А, что-то не так? Мы пришли из самого Зельбаха, потом ругались от стражей у ворот. А теперь нас даже не пускают внутрь. Нам сказали, что в сокровенные тайны пускают только богатых, порядочных. Но мы порядочные, у нас есть золото. Мы очень долго его копили, чтобы приехать сюда. Он мне очень быстро говорит. И сколько золота вы собрали? Много. А сколько именно? Десять золотых монет. Ну, а почему бы и нет? То есть, я прибыл в город, и сразу мне никто не помогал, то есть, я сам старался как-то пробиться, ну, а другие люди, они тоже попали в город, у них как бы ничего нет, да, они сейчас на проституток спустят все деньги, но пусть хотя бы развлекутся, отдохнут. От меня, я думаю, не уходит. А может мне вам подкинуть пару монет? А вы пойдете пивка выпить? Пивка? Да ну тебя мы копили, мы могли бы его из Зельбахи выпить. Эх, зараза. Нужно найти какое-нибудь другое интересное занятие, чтобы поездка не прошла впустую. Зайдите в порт ночью, и тогда даже ваши десять монет перестанут быть вашими. Так, это у нас что? Похоже на какой-то склад. Но никто не орет, хорошо. Так, что можно здесь слямзить? Золото, золото, рыба. По одной монетке. Да, можно, конечно, сейчас бегать, но когда у тебя 800 монет, уже становится не так актуально. Ну давай поговорим с Амиром. Эй, что ты тут делаешь? Ну, Хронёвик, она что-то похожа на болван. А, болван? Ты не ослышался. Ты похожа на болвана, как и все жители этого города. Знаешь, я не удивлял, что тебя поставили охранять именно снаружи. Да и почему так, болван? Чтобы не распугать посетителей, а тебя воняет, как от подного горного тролля. Возьми свои слова обратно, сопля. А если нет, что тогда? Я своими руками скрою тебе череп и плюну в него. А, Марвин? У него кольчуга одет. Плюс он, скорее всего, владеет лучше клинком. Ладно. Ну, если что, я убегу. Можешь попробовать? Я не только попробую, но и сделаю. А я бегу. А что у тебя в руках? У него в руках булава. Потом когда-нибудь я вернусь и с ним разберусь. Стой! Стой! Ничтожество! Нет, я стоять не буду. Кстати, на удивление, несмотря на имя, у Амира никакой не во... Стоять! А чего надо? Не хватать золотых... Золотых на пиво? Сними меня, болван. Ты кто такой? А, видимо, ты один из тех поганых беженцев, что разрушает наш город. А я тут вообще ни при чем. Черт, волшец! Я выбью все твои оставшиеся зубы! А он умер? Да, он не дышит. И даже язык высунул. А я его убивать не хотел. Он сам напросился. Что-то ко мне сегодня все пристают. Бездомные, крестьяне, какие-то вышибалы, бордели. Рабочие, рабочие. Бездомные. Я точно в порту видел, как девушка стояла около крана и вокруг нее была толпа людей. Плюс я здесь в торпу... В торпу. В порту встречал человека, который просил найти лекаря. Кто будет ему лекарем, я пока еще не представляю. Здесь есть и южане. Я бы хотел бегать с арбалетом, чтобы издалека всех высматривать. только вот все будут требовать опустить оружие. ни на якего выгландас. Так, тут у нас есть кто-нибудь примечательный? Рабочий южанин Калиб. Калиб вроде просто торгуется, с ним ни о чем не поговорить. Варин ищет корабль. Давайте сейчас пробежим вперед. Посмотрим, есть ли там кто-то, с кем можно пообщаться, я, честно говоря, не помню. Я проходил мимо и вроде заходил или нет сюда. Так, это травмированный рут. Ага, значит, я здесь был. Я здесь был, а вниз спускался. Это что? Это был Марвин? Перевозчик. Охранник ящиков? То есть с этой стороны порт я смотрел. предлагаю тогда я сейчас добегу до той девушки около крана или если встречу кого-то по пути продолжим. Продолжаем. По пути я никого не встретил, подобрал немного лишь рыбы. Так, Вига, Рамона, да, подозрительная группа смотрит на кран. Наверное, он сломался. Эй, ты. Я бы хотел поболтать, но я занят. Эй. Чего ты хочешь, парнишка? Не видишь, что взрослые люди пытаются решить здесь важный вопрос. Может, я смогу помочь? В чем дело? Ты помочь? Ну, как же. Хотя, ты молод, сообразительный. Если тебе заплатят, ты, вероятно, сделаешь свою работу. Правильно, да? Как тебе заплатят, то, наверное, ты выполняешь задание в... ...отповедный способ, да? Мне нужны подробности? Ну, разумеется. Я бы все тебе рассказала прямо здесь, но лучше сделать это в казармах стражей. Так у меня будет поддержка представителей власти в... скажем, в одном непростом деле. Да, тогда... Идем в казарму. А не хочешь ли ты случайно меня в чем-то обвинить? Ладно, идем в казарму. Надеюсь, ничего ужасного не произойдет. Я здесь вроде новичок, ни в каких подозрительных делах не был замешан на текущий момент. Рамон, а вот что ты замышляешь? Извините, у вас случайно не найдется монетки? Да, держи. Вы очень хороший человек. Не знаю, возможно, это когда-нибудь мне поможет. То есть, какой-нибудь бездомный что-то мне расскажет. Блин, они без меня убежали. Вроде в правильном направлении движусь. Да что ж такое? Яблоки, свежие яблоки, заполцаны. А за полцены? Ага, я привез несколько ящиков яблок в город. А дело в том, что их нужно было погрузить на один из кораблей. Несчастье, у нас с командой возникли некоторое недопонимание. Везти их обратно невыгодно, поэтому я пока останусь в городе, чтобы их распродать. Ну что скажешь, парень? Четыре золотых засоченное яблочко. Чего? Мне кажется, он меня обманывает. Яблоко, пожалуйста. Вот, держи. Предлагаю сейчас заглянуть в инвентарь и посмотреть, сколько стоит яблоко. Так. Угу. То есть, его цена пять, он за полцены за четыре монеты мне продает. Ага, я тебя понял. Ну, хотя бы скидка в один золотой, но я думаю, я смогу найти яблони, которые можно протрясти и собрать с них кучу яблок. Я вообще в правильном направлении движусь? Да. В центре города казармы пришлось сбежать аж из борта. Вы не могли бы мне помочь? Мне нужна всего лишь монетка. А, держи. Спасибо, господин Дин, да хранит сын нас. Я пробежал казарму. Супер. То есть хотел сократить время на всякие побеги, когда доходил до этой рамоны, а в итоге мне пришлось бежать аж до казармы. Идеально. Так ты меня пропускаешь замечательно. Что происходит? Пожалуйста, пишите свою проблему более подробно. Конечно. Сейчас я все объясню. Меня зовут Рамон. Я недавно прибыла в эту казарму благородную гавань, чтобы продать свои товары, завязать новые деловые контракты и пополнить свои запасы местной продукции. Я уже смирил с проблемами, вызванными недавними указами, из-за которых я потеряла права на собственный корабль. Теперь я не могу вернуться домой. Мы на войне. Неудовство неизбежно, я это понимаю. Но все же, я приезжий, было доставлено на берег с помощью портового крана. Я уверена, вы знаете. Ближе к делу. А, в общем, все шло хорошо. А пока после перерыва мои рабочие не обнаружили, что кран поврежден. А без него они не могут продолжить разгрузить? Это сильно замедлило процесс. А мне важно время. Чем дольше товар остается на корабле, тем меньше терпения у здешних чиновников. Еще немного я рискую мой товар. Чтобы вложиться в первоначальные сроки, мне пришлось бы нанять дополнительную бригаду рабочих. Перенос товара вручной занимает очень много времени. Да фау, ко всему они жалуются на тяжелые условия труда и требуют повышения заработка. для меня это сущий косм мар. Как ты можешь быть уверена, что он поврежден? Я проверила его лично, и у него не хватает деталей, а именно шестерни. Она была вырвана силой. Это видно по соседним элементам. Изготовление нового колеса, подходящего для остальных, очень трудоемкое и то другая работа. с такой затяжкой дополнительные расходы могут меня разорить. Пришло время перейти к сути дел, а именно я знаю кто это сделал. А и те, кто стоит сзади? Да, именно. У меня нет идей не сомнений, что именно они ответственны за эту грустную диверсию. У тебя есть доказательства? К сожалению, фактических доказательств у меня нет, однако я даю вам слово, что не лгу. Обвинять невидных людей это ниже моего уровня. И сделать это значит предать себя. Кто эти люди? Это мои сотрудники. Рикона и Вейга. Пожалуйста. Я поговорю с ними. Посмотрим, что они скажут. Честно говоря, Рамона, я ни тебя не знаю, ни этого Рикона и Вейга. Но по идее ей невыгодно самой ломать кран, она может понести потери, у нее украдут, отберут груз. А что вы знаете о саботаже бортового крана? Мы? Ну, ничего, почти ничего. так лучше я буду говорить. Ладно? Хочу прояснить все с самого начала. Мы не имеем никакого отношения к повреждению крана. Да, мы не любим нашего работодателя, но мы честные парни. Нам платят за управление краном, а не за его повреждение. Размер этой платы и отношения начальства к нам оставляют желать лучшего. Но по крестьянскому разумению, зачем нам прибавлять тебе работу по той же оплате? А где вы были, когда кран перестал работать? Мы заняты были, ящики таскали. Я имею в виду, мы работали. Какие члены бригады могут подтвердить, что у нас не было ни минуты свободного времени? Роман обвиняет нас, потому что мы были единственными, у кого хватило смелости пожаловаться на плохие условия труда. Она хочет отомстить, вот и все. Вот его товарищ сказал, что мы таскали ящики. Зачем им таскать ящики, если работает кран? Конечно, кран может с корабля поднять ящики, перенести их на сушу, а дальше их все-таки куда-то нужно нанести. Но мне кажется, нужно говорить с вот этим владенчиком и он расколется. А как думаешь, кто повредил кран? Кто-то из бедного района, там полно сомнительных типов. Да, скорее всего, многие местные жители могли выкрутить шестерню ради забава. Или они думали, что она имеет ценность на черном рынке. Не знаю, о чем думали воры, но знаю, что никто из наших товарищей точно бы не стал таким заниматься. А, тогда я пойду. Не волнуйтесь, в этом городе никого не сажают в тюрьму без доказательств. А пока я не найду виновного, не покидайте Арховс. В случае чего вам нужно будет быстро вернуться в казарм. Ясно? Конечно. Мы сняли комнату в портовой таверне. Так что если мы поданимимся, сможешь там нас найти. Для тебя наша дверь всегда открыта. Честь работника. Рико и Вега считают себя невиновными. По их мнению, кран был поврежден кем-то из трущоб. Это определенно стоит проверить. А что значит они могут дойти? Я не ослышалась? Нет, не ослышалась. Не покидай город, пока тут все не прояснится. Слушай, раз мы одни, можем поговорить как деловые люди. Просто немыслимо, что разумные люди должны быть. Ближе к делу. Видишь ли, эти двое уже давно действовали на нервы. Они постоянно жалуются на старых против меня других рабочих. Да и работают они плохо. И я давно хотела их уволить. Но для этого нужна без причина. Они проделали неплохую работу, перетянув ноги моих рабочих на свою сторону. Так что они могут использовать увольнение в свою пользу. И какая же причина нужна? Когда их вина будет доказана, придется заплатить за найм бригады, переносящие товары. Я возьмусь с них столько, что они никогда не вернут долг. даруй мне что-нибудь найти в твоем а я в долгу не останусь. Так, а вот это уже отвратительно. Есть подозрение, что тогда она и сама могла заказать, чтобы этот кран повредили. Возможно портовые бедняки, возможно другие рабочие. Ну то есть она хочет избавиться от тех, кто поднимает шум. Как понимаю, они возможно и не просто так поднимают этот шум, мне кажется Рамона здесь что-то мутит и в самом деле не доплачивает рабочим и те просто оставят свои интересы. В общем я против того, чтобы ей помогать. Что если они не виновны? Виновны или нет? Они должны быть наказаны за все, что устраивает. Это прекрасный повод для показательной порки. Но помни, что по закону они будут обязаны оплатить мои расходы только тогда, когда у нас будут веские доказательства. Я правильно понял, что улицы поляки необходимо выйти? Я сам это сказал. Запомни, я сэкономлю деньги за рабочих. У меня будет больше денег для людей, которые хорошо на меня поработают. кто лучше для образований. Честно говоря, я не хочу ей уж точно помогать. Я лучше каким-нибудь другим способом добуду эти деньги. Есть какие-нибудь идеи? которые если бы ты нашел у них шостеренку, особенно у того, что поглупее, а как там его? Рикон вроде. Еще бы нам пригодилась парочка свидетелей, и их легко найти. ты что-нибудь придумаешь. Я рассчитываю на твою изобретательность. Посмотрим, что получится. Эй, парень, будь благодарозумен, и лучше быть моим другом. Я так и понял, увидимся. А вот после угроз я точно тебе не буду помогать. Если есть возможность, я сделаю так, что эти работники останутся невиновными. Рамона пообещал мне солидную оплату за поиск доказательств реальных или нет. И на унистерика наивейка. Вопрос, стоит ли ей в этом помогать? Предлагаю, во-первых, отправиться на место преступления. И я сейчас добегу до него сам. Привет, малец. У тебя случайно нет чесалки для спины? Может показаться странно, но может эта костяная рука подойдет? О, идеально! Это именно то, что нужно. Внезапно. Меня встретил старый чудак и сам со мной заговорил Эй. Что? Это все, что мне нужно было для полного счастья? Ладно. Я вроде находил еще костяную ногу. Может кому-нибудь понадобится пеналка для задницы. Кто его знает? Ладно, продолжу путь. Ёноша, это прозвучит странно. Вот ты напоминаешь мне моего мужа молодость. Прохожу мимо, теперь ко мне пристают вдова. А день случайных встреч. А ты ищешь своего мужа? Нет, мой милый. Мой муж давно умер. Но когда я тебя увидел, мне в голове пронеслась одна мысль. даже боюсь предположить какая. Что такая? Этот амулет принадлежал моему мужу. Он мне, однако, без надобности. Я подумала, чтобы ты мог взять его себе. А что это за амулет? А у тебя вообще там дети, внуки остались? Может, все-таки им пригодится? Я не могу забрать семейную рикликви. Может, ты и прав. Мой муж не захотел бы, чтобы этот амулет носил кто-то другой. Я не хочу отпускать тебя с пустыми руками. Вот, возьми. Рыбный суп с травмой. Мне кажется, все-таки правильно. Я думаю, что если у нее был муж, ну, наверное, там есть дети, пусть они вырастут и будут носить этот амулет. Или просто ради денег продать его. Но не отдавать первому встречному это глупо. Да, может быть, мне этот амулет пригодился, но я все-таки считаю, что сейчас правильно поступил. Эй, бездомный, а ты недалеко. так это мое. Эй, я пытаюсь с ним поговорить, но ничего не происходит. Что он делает? А, он дудит. Он дудит на трубе. Итак, место преступления. сери... Ладно. Рамона, я немного поворую твоих товаров. так, там внизу что-то есть. Там внизу есть небольшой пляж. Вообще, я отсюда смогу выбраться, если спрыгну? Огоженный кошель. Да, вот здесь смогу подняться. Давай спрыгнем. Я не знаю, как она определила, что кран сломался. Ну да, не хватает шестерен. рыбка. Экстракт маны. Эликсир здоровья. А я хотел здесь найти улики, но нет, не получилось. Просто лодки. кто мог еще видеть? Например, работник порта, рыбак. Эй, ты. Нет, он почему-то ничего не видел. Как поживаешь? Благодаря твоей помощи с пропуском все вернулось на свои места. Приятными делом с такими людьми. вит, я надеялся, что ты скажешь, что, а вот я сидел тут вечером, хотел уже закрывать лавку и смотрю, как кто-то ломает кран. Но нет, этого не произошло. Эй. Хотя давай спросим, а как продвигается работа? Моли или менее, просто делай свою работу и пытайся вести концы с концами. Ну, как и все. вот странно, что с людьми в порту я по факту об этом не могу поговорить, хотя в углу к сожалению я занят и не могу тебе помочь. Ты подозрительный работник крана? Не думаю, что южа не ломали. Так, ну, давай снова добежим до таверны, раз те рабочие приглашали меня к ним. Зайти, может, что-то знают. Если не знают, то пойду тогда в бедняцкий квартал там погляжу. я больше не предположу, что можно сделать. Это что еще за давильня? Горожанка, горожанка, а я могу так же? Чего слишком далеко? котел. А у меня нет давилки, а так бы смог. В болотном лагере таким способом вроде изготавливали косяки. У меня сейчас не помню есть или нет болотные травы. Гражданин. Я все пытаюсь дойти до таверны, если что. Я уже заблудился сто процентов. Хотя нет. Она вот она. По крайней мере, я надеюсь, что в этой таверне они остановились. Гражданин. Музыкант гражданин гараж А может ты не здесь. Тогда получается пол серии просто беготня в поисках чего-то. Как-то нехорошо получается. Так еще раз дневники, что я записал? Считают себя невиновными. Кран поврежден кем-то из трущоб. Окей, иду в трущобы. Итак, я на окраине трущоб. Давай поговорим с бедняками. А что ты знаешь о повреждении одного из портовых кранов? Черт возьми, откуда мне это знать? Ладно. А что ты знаешь о кранах? А черт возьми, откуда мне знать? Бор, здорово. А что ты знаешь о повреждении новой из портовых кранов? Что и все. Рамона очень расстроилась, потому что не смогла быстро раскрузить товар. Насколько я знаю, рабочие тоже не восторг от дополнительной работы. Я не могу проигнорируй все эти проблемы, которые в нашем дорогом городе полагодятся быстрее, чем орки. меня больше интересует знаешь ли ты подробности этого дела? Например, кто повредил кран? О, это платная информация. Если у тебя есть монета убора, будут подробности. Ну, ладно. Хотя погоди, с другой стороны, я сейчас ему откажу, и возможно он не согласится мне давать эту информацию снова. Хорошо, держи. очень приятно иметь с тобой дело. Я к хему значит тебя интересует виновник. Дело довольно сложное, потому что вокруг крана целый день крутится много народу. Трудно выделить кого-то. А в таком случае назови мне самых вероятных типов. Ну, насколько я знаю, некий альтер из бедного района не работает на рамону. Тем не менее, недавно сшивался возле экрана. С тех пор я его не видел, поэтому больше ничего не скажу, но думаю, тебе стоит с ним поговорить. А где его могу найти? Пройдись вдоль тех полуразвальных холок, в конце концов найдешь. Удачи тебе в этом. Бор рассказал, что последнее время альтер нужно найти в трущобах и спросить. Ну, что ж, отправляемся в трущобы. Я помню, как последнее вылилось к не завершилось ничем успешным, поэтому давай сохранимся. так, это не со спины. Ну, сейчас мы достаем к битлаку. Отлично. Яблоко, петрушка, лесная ягода, луговая ягода, пять монеток. Эй, ты знаешь, что это за место? Это трущобы, друг мой? Новички постоянно попадают в неприятности здесь. За каждым углом не ищи бандиты. Некоторых есть, некоторые из них мои хорошие друзья. Если окажешь мне поддержку и замолвив из-за тебя словечко, и отныне ни один волос не упадет с твоей головы. А сколько я должен заплатить? Ну, немного, 30 золотых. У меня с собой столько нет. Понимаю. Согласен на то, что у тебя есть. Считать не умеешь? Я заберу у тебя все, что есть. Может, тогда ты научишься. Будем драться. Так, я убегаю. Ах, ух, 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 ух. Ничего себе он выстрелил. Половина здоровья. Половина. Зачем я так подшутил? он он вроде бы отстал. Только вот вопрос, если я опять же вернусь с трущоб, он на меня снова нападет? Если да, это будет огромная проблема. ях, давай и поедим. Похлебка и немного грибных котлет. я специально покупал эту кольчугу, этот кожаный доспех, потому что он защищает от стрел. Вроде 60 единиц защиты, и при этом половина здоровья ушла. А что было, если бы я купил кольчугу, где защита от стрел еще ниже? Так, сейчас я снова добегу этот трущоб. Итак, я снова трущоб. Попытка номер два. Бор, гражданин, а никто не достает лук, это замечательно. Гражданка, громила, бедняк. Вверху какой-то магазинчик, давай заглянем. Мастерская лучника. Черт, никто не должен был нас убить. Убейте его. Убейте его. застрял. Давай выясним, чей клинок длиннее. Я до тебя достаю, а ты до меня нет. Готово. Яблоко, сыр, пять монет. Магазин на ограбили, хозяина убили. СР, пять монет, труп лучника, волокно тетивы, древесина, красный лук. Кстати, урон неплохой, но опять же, у меня не хватит очков обучения, чтобы прокачивать ловкость. Странно, что у торговца так мало всего. Так что я могу здесь еще взять? ржавый меч и вижу сундучок. Но опять же, если магазин открывать в трущобах, то скорее всего у торговца особо и денег нет. Лево, отлично, право, лево, право. Ясенево арбалет, три палки, один стрел, тринадцать болтов. Давай сравним с тем арбалетом, что я сейчас ношу. Урон пятьдесят, да, чуть получше и лучше доспех пробивает. Хорошо, тогда меняю. Давай сохранимся, потому что я по-прежнему опасаюсь того громилу, который может выйти за угла и в меня начать стрелять. Тебе чего? Она как-то подозрительно на меня смотрит? Блин, мне не нравится, что они прям на меня все смотрят. Такое чувство, как будто я прохожу по какому-то инсмуту и местные жители своими рыбьими глазами на меня смотрят, впиваются в меня. Неприятные ощущения. Плюс опять же этот порт очень-очень похожий. А ты кто такой? Что ты здесь делаешь? Убирайся из моей норы. Ты сам напротивился. Я просто зашел посмотреть, чем ты здесь занимаешься. Я его не хотел убивать, но он сам виноват. Молоко, петрушка, вода, шесть монет. Он погиб ни за что. Может, ему, конечно, надоели все люди, поэтому он... Кто? Где? Это простой оборванец. так, разминулся. Давай будем драться там, где нет людей. Отлично. ржавый меч, ржавый меч, молоко, петрушка, вода, пара монет. Но, опять же, если бы у меня был навык одноручного, допустим, 30%, каждый третий удар был бы критическим, как сейчас. черт, громил меня напугал. Я где-то помню, видел Альдера, только вот в... А, я вспомнил. Альдер, это тот человек, который сидел в тупике. Когда я зажигал жаровни, я смотрю, на лавке кто-то сидит, подумал, ну, сидит тут, наверное, остался без дома. Это вообще что такое? Какой-то тупичок. Я помню, чем закончился мой последний поход в тупик, но хочется смотреть. Что-то вроде склада, который ограбили. Дверь выломали. А мне нужен правильный ключ. Интересно. если кому-то хватило сил выбить эту дверь, почему он следующий не выбил? Чисто визуально двери никак не отличаются, то есть одной массивности. Так, что у нас тут? Грабить. Да, я ухожу, не буду тебя грабить. Вот здесь впереди Альдер сидит. Давай еще немного тут осмотримся, пока я могу это делать. так, но в кофе попался. Чё? Блин, Марвин! С чего он вдруг попался? Этот ей попался, пропустил два удара. Нужно сейчас отбежать в то место, где нету других, чтобы я мог достать спокойно клинок. просто меня немного напрягает, что они сразу все набычиваются, достают свое оружие, и вдруг они на меня нападут. Ух ты, а ты сильный. так. Я не знаю, что это за ловкач, но он слишком ловок для меня. Да, это было не так уж и трудно. Он, может, меня ограбанул, но он слишком силен для меня на текущий момент. черт, все здоровье потрачено. Ну, давай бахнем зелье. Надо себе сейчас что-нибудь приготовить. Давай найдем какую-нибудь плиту. Просто с таким количеством здоровья опасно возвращаться в трущобы. Черт, уже почти час прошел, и я толком ничего не сделал. плохо. Так, здесь я не вижу плиты. Ладно, сейчас я приготовлю здоровье. Какое здоровье? Еду и продолжим. Продолжаем. Пошли лучше сразу к альдору. Это ловкач? Да, это ловкач. Это ловкач теперь гонится здесь за мной. Плохо. Нужно будет обижать его. Вроде клинок спрятал. Это что это еще такое было? Он настолько ловкий, что прыгает с крыш? Я просто не хочу... А, нет. Это еще кто-то на меня напал. Они издеваются. с другой стороны предлагали всего лишь 30 монет и я не буду не знать никаких проблем. Так, Доран. Он не выглядит как ловкач, поэтому я с тобой разберусь. Что? Где он? я бежал, бежал, бежал. Тяжелая палка. Вот эти агрессивные бродяги. Здорово, Доран. А, кто ты? Меня зовут Доран. Если ты не заметил, я работаю здесь кузнецом. А ты клиент или просто мешаешь людям работать? А почему ты такой нервный? Прошлой ночью стражники устроили обыск в доме моего соседа. Обыск? Его подозревают торговлей нелегальными товарами. Интересно, что у парня никогда не было проблем с законом, но чтобы быть уверенным, они могут перевернуть его хижину верно. Потому что, а почему бы и нет? Ну и что они нашли? Да куда там. Но это было предсказуемо. Люди Родериха лишь создают впечатление, что следят за порядком. А правда в том, что одни делают все, что хотят. Этот террор иначе не назвать. Должен когда-нибудь закончиться. Иначе люди выйдут на улице прольется кровь, которая будет на совести Морриса. А что нового? Если мы примем все больше беженцев в городе, начнется чума. Я в этом уверен. Люди уже жалуются на различные недуги. А что будет потом? А чем ты здесь торгуешь? Премесленные сельхозказейственные инструменты. А крестьянина ты не похож, так что сомневаюсь, что ты сможешь ими воспользоваться. Покажи свои товары. Кирка, кирка. С другой стороны, у него есть железный самородок, поэтому я в полном объеме его скупаю. А далее серебряный самородок пока я не видел, что может мне пригодиться. И давай тогда купим еще допустим два угля. Просто почему бы и нет. Давилка. Куплю. Просто посмотреть, смогу ли я да что ж ты ко мне пристаешь. Давилку я взял, чтобы проверить, смогу ли я изготавливать косяки. Да, туалет меня ловкач. Когда-нибудь потом с тобой подеремся. Это Альдер? Да, наконец-то. Определенно сохранение. Сейчас с ним говорим, надеюсь, он признается во всем, рассказываем стражникам, что на самом деле во всем Альдер виноват и заканчиваю. Тебя видели последним возле портового крана? Он сейчас сломан, ты что-нибудь об этом знаешь? И что я должен об этом знать? Как его починить? Я не ремесленник, я ничего не знаю кран. А прежде скажи мне, где та шестеренка, которую ты украл? И кто же тебе рассказал такую глупость? И такой доверчивости тобой будут пользоваться все, кому не попадя. А вот, я думаю, это содержит твою память. А я не против. И да, это я поломал колоран. Вот значит, как и зачем? Мне не нравится Рамона. Забрать эту же истеренку было своего рода шуткой. А, только вот из-за этой шутки появились проблемы не у Рамона. А дай-ка ее мне. Так себе идея. Но мы можем договориться за пару монет. Не хочешь еще денег? А как тебе такое? Ты дашь мне шестеренку, а я не сдам тебе стражу. И чем ты докажешь, что это я ее поломал? Ты злова лишь пустой звук, мне ничего не будет. Сами они ничего не найдут, а я хорошо ее спрятал. слышал о беженцах с других островов? А при чем здесь беженцы? А при том, что у меня есть среди нее знакомые, бежавшие от войны, отчаянные люди способны доставлять неудобства. Ладно, ладно, полегче, сейчас принесу. Так он забежал в дом? Ну, судя по всему, я смотрю в доски сейчас. Пожалуйста, шестеренка, как я и обещал. Надеюсь, это единственное, что ты снял с крана. Больше ничего, расслабься, и что теперь? Пойдешь в страже и расскажешь, где ты это взял? Я не хочу обвинять Рика на Ивейга, но он все-таки виноват, он это сделал, его даже не подговаривал Рамона, как я подумал. Сначала мы кое-что кое-куда сходим, чтобы обеспечить тебе альби. Не, конечно, всегда нужно куда-то идти, а как иначе? Такова жизнь свиньи. И пять золотых грабанул и булочку. Пойдем? Веди. Эх, теперь бы мне безопасно добраться до стражи, не встретившись с лавкачом, потому что, я думаю, Альдер, несмотря на то, что он обычный крестьянин, обычный бездомный, решит с ним сразиться и, возможно, погибнет. так, тут вроде безопасно. Ты идешь? Здесь я не взламывал сундуки. Хотя нет, я их взламывал. И у меня потом отжали кольцо. Кажется так. я не хочу помогать Рамоне, потому что она пытается обвинить людей, которые не виноваты в этом, просто потому, что они ей не нравятся, потому что они поднимают шум. Я думаю, что Рикон и Вейга все-таки правильно делают, они отставят свои интересы. То есть, в любом случае будет конфликт между работником и работодателем. Один хочет меньше платить, другой хочет больше зарабатывать. но все-таки нужно договариваться и я считаю, что нужно быть на стороне работника, потому что так все-таки правильнее будет. Быстро взять его! Тревога! Городские страшники мне помогают наконец-то! А он сможет с ними справиться? Их как бы там... А, вот так вот, значит, да? Супер. Замечательно. Городские страшники. Такие городские страшники. Альдер, ты красавчик, что не ввязался в эту драку. Их там было пятеро. Я сейчас не рискну возвращаться. А куда я убежал? Так, я смотрю, не туда. Мне нужно развернуться куда? Обратно. А может, ты их подговорил как раз-таки Рамона? Пошли через Хроменоса. А заодно я могу ему помолиться. Ой, Инна, здаруй мне, пожалуйста, немножко силы, потому что повышение за очки обучения чрезвычайно дорого. Я дарую тебе даже 50 золотых монет. Это гораздо больше, чем я дарил обычно. Пожалуйста, помоги мне. Здоровье плюс 5. Ну, с другой стороны, а почему бы и нет. Стопа, с кем мне нужно поговорить? Я забыл, как зовут того страшника. Альдер признался саботажа, когда я надавил на него. Я приведу его в казарму и передам старше. Надо будет сделать это осторожно, иначе он запаникует. А где он? Вот он, Альдер. Эй, притормоди. Это же козор. Эй, что с того? А то, что я начинаю подозревать, куда ты меня ведешь. Не пытайся меня надуть. Я собаку съел на подобных доносах обмания. Нашел, чем хвастаться. Эй, эй, каждый умеет, как так и живет. Хочешь, скажи, к кому мы идем? Может, я его знаю, и без тебя смогу укрыться от стража. Бор, он, скорее всего, знает, и мы... Если я скажу Бор, он поймет, что я вру. Сал, так зовут Стражника. Не знаю, знает ли его наш товарищ Альдер, но это единственный Стражник, которого я знаю на текущий момент. Мы идем к человеку по имени Сал, он Стражник. Чего? Ты с ума сошел, парень? Нет, это мой хороший друг, который ставит справедливости выше закона. Он вручает за то, что на тебя никто дело не повесит. Какие у меня гарантии, что не пытаешься меня обмануть? Никаких. Но я тебе гарантирую, что если ты сейчас повернешь назад, то ты друг в прямом смысле. Ладно, ладно, успокойся. Не нужен угроз, я иду. Так, давай-ка я за тобой пойду, потому что я не знаю, куда именно тебе нужно привезти. Угу. Так, только не надо на выход идти. Так, наверх. Ага. Я надеюсь, что ты не сглупишь и примешь правильное решение. Я тоже, мам. А, несомненно. Тихо, пожалуйста. Мы собрались здесь, чтобы еще раз обсудить саботаж портового крана. Нашел ли ты какие-нибудь доказательства, убедительно указывающие на вину или невиновность, присутствующих здесь, Рикона и Вейго? Я думаю, да. Молодец. Я знала, что могу на тебя рассчитывать. Прошу тишину, я жду объяснений. А Рикона и Вейго невиновны. Они не саботировали подъемный кран? Что ты делаешь? Это Альдер украл шестерню, чтобы досидеть Рамоне. Я доверился тебе, а ты просто подлец и тоносчик. Белер, тебя побери. Этими словами, я-то сам себе подписал приговор? Но, эх, чтоб тебя Мол не поразило и чего-нибудь там еще. А что ж, у нас есть признание. Строже проводить виновных в тюрьму. Ты нашел у него недостающую часть крана? Да, вот она. Хорошо. Рикона и Вейго оправданы. На этом с моей стороны все. Спасибо за помощь, правосудие. Подождите. А кто будет платить моим работникам? У вас уже есть все необходимое оборудование. Нанимать и новых рабочих не потребуется. До свидания. Я разочарована. Считала тебя разумным человеком. Ты предпочитаешь героически защищать угнетенных. Жить тебе осталось недолго. Запомни мои слова. Это угроза? Надеюсь, это не угроза, потому что в таком случае мне пришлось бы позвать стражу. Да, я уже заметила, что ты оброс связи. Но обещаю, что просто так это не оставлю. Городская стража должна быть независимой, чтобы порядочным гражданам не походилось метело с такими отбросами. Прощай. Ты так ловко с ко всем разобрался. Уморошение лица этой подлой дамочки бесценны. Пока-пока. Сказал бы я ей, да приличных слов не подобрать. Только теперь вас, скорее всего, уволят. Приятель, мы найдем другую работу, не беспокойся. Прежде всего, мы должны тебе отплатить. Возьми. Это немного, потому что мы бедные и рабочие. Но если у тебя возникнут проблемы, мы поможем. А сейчас мы займемся поисками нормального работодателя. Удачи. 50 золотых. А ты, Рикон, куда пошел, погодь? А ты можешь мне чему-нибудь научить? Ты помог мне, Вейго, так что я могу открыть тебе небольшой секрет. Когда-то я работал плотником. Кто научился вскрывать неподатливые замки? А, вот так, за 100 золотых? А давай научимся. Научи меня, как эффективно заломать замки. Ну, когда вскрываешь замок, который сделал профессионал, ты должен почувствовать незапротивление больше всего. В таких местах старайся сильно не давить отмойщикой. Постарайся действовать мягко, используя небольшое сопротивление замка, когда он находится в нужном положении. И двигай туда защелку. Это займет время, но в итоге ты вскроешь его. Спасибо. А чем ты занимаешься? Я перетаскиваю ящики. Это должно быть сложно. Нет, нет, это просто перетаскивание ящиков. Что в этом такого? А ты не пытался найти себе работу получше? Нет. А зачем? А ты выглядишь сильным. Ты мог бы даже стать кузнецом. У меня нет времени на это. Я занят. А перетаскиванием ящиков? Нет. А как жизнь? Было и хуже. Вейга говорит, что ты нам очень помог. Еще раз спасибо. Мне кажется, если Вейга сказал бы Рикону, давай, открывай кузницу, он бы открыл. Эй. А как дела? С тех пор, как ты нам помог, все в порядке. Я всегда буду благодарен тебе, дружище. Ты не похож на обычного рабочего. Это оскорбление. Не пойму, дать мне тебе пинка или нет. А нет, я имею в виду, ты создаешь впечатление, что оказался тебя здесь случайно. Ну да, давным-давно я был послужником в монастыре. Я могу читать, могу писать, приобрел некоторые знания. И, кстати, я Вейга. А почему ты не стал магом? Ну, я решил, что это не для меня. Рутина, молитва, смирение. Это было явно не мое признание. Призвание. Уверен, монастырь оплатит больше, чем за таскание ящиков. Так-то оно так. Но я бы не смог потратить их на то, что мне нравится. Я лучше возьму эти гроши и потрачу их на выпивку, наверное. Но, Вейга, ты ошибся. Маги только так еще пьют вино, которое сами гонят. Ладно, давай тормозь нем на сегодня. Остановимся все около этого конечного стенда. Нужно будет в следующей серии его прочитать. А на текущий момент спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий. Подписывайся на канал. Спасибо и пока.